коллеги добрый день сегодня мы продолжаем работу над приемом и отображением полетных данных от контроллера но прием мы вернее уже сделали сегодня будем делать отображение весь напомню что прием мы делали в mongodb через и qdp сервер для отображения мы будем использовать в gs но все и с тем что на связи с ограничениями некоторыми и gs должен брать данные с сервера запросом до чтобы запускать дополнительный сервер будет только один сервер югипи на прием да и gs не может сам запрашивать у и депи серый то есть нужно было через прослойки делать умудрить не стал этого с этим заморачиваться будем делать на электроне электрон это фактически десктопное приложение которое может коннектиться напрямую к mongodb можно ставить электрон прямо с нуля саму все собирать но я предпочитаю использовать шаблоны например шаблон upstore tailwind он уже имеет такой вот такой вид красивый опрятный подобранные шрифты все хорошо будем использовать его как я говорил что индикаторы будут у нас вот эти они в gs это порт от пользователя юси бар порт под view форк от джеку резких флайд индикаторов но мы будем использовать их их очень легко использовать прям здесь примеры все есть итак в этом выпуске мы поставим приложение электрон добавим в него поддержку mongodb добавим его поддержку индикаторов и будем запрашивать с помощью цикла с будем запрашивать mongodb данные последние которые пришли от bp la и отображать с помощью данных индикаторов вот но поехали чтоб поставить его можно склонировать или скачать скачиваем распаковываем получается вот так вот такие данные отсюда пришли здесь есть пакет джейсон самое главное то что нам нужно и его будем и устанавливать зашли в папку теперь мы можем сделать дальше можем работать в консоли здесь можем перейти сразу вижу studio код 0 чем в этом поле здесь я предпочитаю вижу studio коде все это делать так как джейсон шире чуть увеличим вот пакет джейсон у нас есть есть скрипты уже прописаны для того чтобы можно было запускать само приложение его можно сбилдить сбил видим получится прям запускаемый файл можно больше не запускать не можно будет больше не запускать его с со среды разработки зависимости разработать зависимости разработки ну вроде все нормально показываю открываем терминал и здесь мы запускаем первонаперво нам нужно установить все зависимости npm install так далее может перенар запустить на исполнение каркас нашего приложения запускается он командой нпм ран электрон серф запуск электрона и мы получаем вот такое приложение нативная которую можно запускать как windows и таки в маке далее еще один терминальчик откроем теперь нам нужно установить поддержку до views какие у нас тут есть всякие разные views и есть discover views который отвечает за то эту вкладку в этой вкладке будем все удалим и здесь будем делать наши дела установим установим флайд индикатор для наши устанавливаться они вот этой командой пока устанавливаться почистим весь место это все нам не нужно мы это уберем шаблон почистили ждем пока остановится все пока можем запульнуть индикатор индикатор вот так и импортнуть нужно будет когда установится импортируем нужные компоненты из установленного из установлен библиотеки так вот этого беру пока вот так есть теперь они ссылаются на переменные raw heading vario ever speed есть компоненты компонент уже добавить компоненты добавили и добавляем это все не нужно это осталось от предыдущего от шаблона все есть смотрим что у нас с ошибками ошибка какая то есть что там и не закрыли на дисковую 43 так это лишнее она лишняя все отлично смотрим вот наш электрон нашем приложении уже появились нужны индикаторы все дело за малым дело осталось только считать осталось читать с базы данных показатели которые будут присланы с полетного контроллера их сюда передать в принципе нужно установить эти значения чему-то равными да вот повернулась изначально 0 то есть нам нужно здесь где-то считать данные из манга дебе манга дебе еще нужно установить поддержку манга дебе и она устанавливается она становится командой и стал банка дебе так установился поддержка манга дебе чтобы это проверить можно посмотреть систем что мы указали сейф должно быть пакет джейсон поддержка 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 вот мы установили флайт индикаторы и поди манга дебе в депрессис на теперь наш проект зависит от манга дебе их слайд индикаторов далее далее нам уже теперь подсоединиться к манга дебе для подсоединения будем использовать будем использовать кнопку button подключить и методы нужно прописать метод нам метод называется connect and get res так здесь мы на клик подключаем этот метод клик connect and get res вот наша кнопочка на некрасиво нужно оформить можно добавить стиле вот такой стиле вот такая кнопочка есть есть connect and get res теперь здесь нужно подключить наш садить создать соединение с манга тебе сервером во первых нам нужно его запустить запускаем его через манга демон и теперь нужно подсоединяться подсоединяем во первых можно его импортировать вар манга и равно манга дебе это у нас будет манга клиент дальше мы соединяемся манга клиент connect 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 манга дебе 127 один порт 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 как у нас там порт 2717 так здесь на можно еще указать так и далее стрелочная функция после соединения что будет происходить передают сюда ошибка и сама база данная да если подсоединение произошло успешно клей клиент внутри можем оперировать ошибкой клиентом на если произошла ошибка нужно обработать если ошибка тогда вот такая обработка будет второго не вся обработка если ошибка нет значит нам нужно подсоединиться к базе данных дм юах да так называлась начал посмотрим и дпс куда на сбросу на дм юах туда подсоединится и коллекция black box и так дебе это у нас будет клиент . дебе дм юах подсоединились базе данных так теперь дебе коллекции дебе коллекцию black box find ищем в этой коллекции и и пока просто логируем это все дело то здесь у нас будет ошибка поиска find ложь и найденные найденные результаты зал есть опять стрелочная функция почему стрелочная функция то что мы могли потом поиметь доступ к нашим переменам дата и давайте просто пока там соль . лог она ошибка если ошибка если и ров тогда также обрабатываем 2 так то есть на по нажатию на кнопочку вот эту кнопку на эту кнопку по нажатию на эту кнопку вызывается connect and get res метод он подсоединяется к манга дебе пубу подсоединяется к нашей базе данных и из нашей коллекции на коллекции находится что внутри есть и в консоль давайте посмотрим как то как это будет здесь у нас в ее то был девелопер туз консоль нажимаем подключиться вот он нам выдал все что здесь есть отлично теперь нам нужно нам все что есть не нужно не надо все забирать на нужно забрать последний только для того чтобы забрать только последний нам нужно здесь во первых сделать лимит 1 да и отсортировать сорт отсортировать по по айди 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 минус 1 вот так подключиться и мы имеем последний результат отлично теперь вместо консоль лог мы нам уже записать значит присвоить ролл пичи heading соответствую значение так вот из педы равно резалт 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 нулевое так как это массив нам передался точка эйч ролл точка эр и пич точка но это будет вызываться только единожды да получается сможем на кнопочку один раз заберет и успокоится но давайте проверим сейчас вообще будет забирать и успокаиваться смотрим подключиться вот мы увидели что пришли какие-то данные на изменилась это можно брать опять же это только единожды произошло нам нужно поставить здесь чтобы забор был в цикле для этого вот эту часть которая делает find мы управляем set интервал callback функция здесь у нас опять стрелочная функция и и интервал наш пусть будет раз в секунду клик вот это все дело нужно вынести за вот сюда получается что вот эта часть будет вызываться раз в секунду каждый раз единожды нажав на кнопку подключиться мы будем вызывать запрос последних данных из базы данных раз в секунду но тут нужно еще после нажатия кнопок подключиться сделать кнопку отключиться по-хорошему да пока проверим работу в таком режиме так подключиться есть подключились данные пришли давайте передадим сейчас какие-нибудь новые данные например heading 80 roll roll 40 pitch 30 да отправляем а нам нужно сервер запустить node.vpd-server запустили вот оно было что внутри сервера есть запускаем новые данные вот что у нас тут произошло ух ушло как совсем плохо беспилотнику здесь значит roll и pitch а здесь направление движения смотрим что у нас пришло вот то что пришло поменяем данные 10 10 heading 180 280 вот перестроилась полегче стало чуть-чуть чуть-чуть в принципе все работает давайте теперь подключим полетный контроллер и посмотрим в живую будут передаваться данные как они будут отображаться да мы сейчас только используем только roll pitch и heading будет еще скорость будет высота где у нас тут альтиметр да на тот футах надо будет перерисовать а вот это наверное лишний один airspeed да это надо убрать ну давайте уберем а потом airspeed да airspeed нам не нужен его здесь заблуждать тоже не нужно и здесь он не нужен соответственно и перемены это не нужно он перестроилась отлично все давайте подключимся и посмотрим что вот он подключился и показал все давайте короче посмотрим сейчас как будет передаваться в реальном режиме как насколько это будет интересно так ну вот я расположил лог сервера слева нашу программальную справа и вот двигаю наш полетный контроллер питч роллы и курс отрабатывает отлично правда с небольшой задержкой непонятно откуда лаги данные не пропадают но идут сколько-то задержкой но это ладно мы исправим но на этом наверное выпуск заканчиваю телеметрия передается она собирается будет туда передаваться и решение нечеткого контроллера нечеткого регулятора все вместе будут собираться и в каком-то виде красивым отображаться ну на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки оставайтесь на канале делитесь в своих соцсетях впереди еще много интересного всем пока пока пока